Все послы Европейского Союза приезжают в Гагаузию 9 числа в 10 утра в этом зале. Вот они сидят с одной стороны, кандидаты Башканы сидят с другой стороны. Ни Башкана, ни председателя там нету. Идет прямой диалог с кандидатами. Вопросы, ответы. Как проходит избирательная кампания, есть какие-то трудности и так далее, и так далее. Послы Европейского Союза хотят знать положение дел, связанное с избирательной кампанией. Это хорошая практика. В 2006 году точно так же послы приезжали сюда, в Гагаузию, и встречались. Но они тогда встречались с каждым кандидатом в отдельности. В этот раз они встречаются со всеми кандидатами. Пожалуйста, открытый диалог. Должен отметить, что в 2006 году, когда послы приезжали, это оказало очень серьезное влияние на прозрачность проведения выборов главы Гагаузии. Прекратились эти аресты машин там, изъятие агитационного материала и так далее, и так далее. Вот у них сейчас будет возможность убедиться, какой объем реформ демократических был проведен Гагаузии. И одновременно, если есть какие-то недостатки, эти недостатки будут выявлены, и послы об этом будут знать. После этого они поедут в Камрадский государственный университет, где планируется точно такая же встреча, но в формате неправительственных организаций. Павел Ильич, обязательно письменно проинформировать незамедлительно все штабы всех кандидатов, которые зарегистрированы, остались в Башкан и Гагаузии. О том, что будет такая встреча. Придет, это хорошо. Не придет, это его проблема. Но мы должны каждого пригласить, чтобы не получилось, что какой-то кандидат не слышал или не знал об этом, его не пригласили, чтобы потом нас в чем-то обвиняли. То же самое по неправительственным организациям. Надо распоряжение подготовить госпоже Зеленской, чтобы обзвонили все неправительственные организации, что в 11.50 они должны быть в Камрадском государственном университете. Конечно, если есть желание, мы никого не заставляем. Появится желание у пяти неправительственных организаций, пойдут пять. Появится у пятидесяти, пойдут пятьдесят.